мы пришли на завтрак вот что мы сегодня будем кушать приятного аппетита я заляпала только что футболку точнее топ в котором хотела пойти придется переодеваться сегодня походу не могил пока я переодевала другой топ я испортила хвост теперь надо перед летаться а где наша даша да она по-моему в ванне целый час там уже сидит ничего все же делает без понятия посмотри сейчас пойду даша ты здесь что ты делаешь мама говорит уже здесь здесь целый час я чуть не заметила час так быстро пометел этот собираюсь на свидание я собираюсь встретиться с одним прекрасным человеком в общем тут находится моя подруга его на франковске и сейчас я собираюсь что встретиться я пока вам не буду говорить кто она а я немножко расскажу ребятам это актер который когда-то снимался на канале дальше кошкина и я думаю что многие из вас вспомнят узнают и вам будет приятно в общем то да я давно и не видела последний раз я увидела в том году декабре конце года вы гуляли по тем местам которые сейчас разрушены кстати подруга который даже собирается встречаться сама из тех мест где все разрушена это гастомель возле аэропорта если кто знает в теме тут поймет появляется родственная скочки снега скорее всего важно вроде и все я как обычно опоздал бушушев так и берган напишите способы что нужно делать чтобы не опоздать потому что я уже не знаю я и За два часа до нашей встречи начала собираться, в итоге опять опаздываю. А, Даша, я вспомнила моего отнесли в машину. Бери какую-то другую сумку. Так потом будем спускаться, заберем. Возьми какую-то другую сумку, туда переложишь, потом в свою маленькую переложишь сумочку. Все вещи. Давай. Вот у тебя рюкзак здесь вот такой белый я тебе дам. О, не знаю, не знаю. Ну, только ты переложишь что-то. Все, ребятки, я буду дальше собираться. Надеюсь, я все-таки не опоздаю, приду вовремя. Так что да. Я погнала. Все, ребятки, я уже собралась. Осталось 10 минут до нашей встречи. Я даже не знаю, успеем мы доехать или нет. Все, мы приехали. Да, ну так давай-то возле входа вот из рынка снимете. Смехи, сейчас. Да, ну я и написала, она сказала, я скоро буду. Да, все. Все, давайте. Все, пока. Итак, я уже пришла на место встречи. Здесь я пока свою подругу не вижу. Я с ней списалась. Она написала, что скоро будет. В общем, понятное дело, я не с пустыми руками. Я ей привезла аж с киево подарок. Я знаю, что она очень любит рисовать картины, как и я. Так что да. Я ей привезла классную картину. И еще небольшой подарочек. А что там, покажу вам чуть позже. Все, я ее уже вижу. Я уже вижу это чудо. Чудо, Юда. Привет. А Юда. В общем, вот, ребята. Узнали этого человека. В общем, это Галюсик, гаечка, моя подружка, любимая. В общем-то, это тебе подарочек. Держи. Я там не похож? Аккуратно. Так ты шоу. Картина, там еще кое-что тоже очень интересное. Блин, спасибо. Желф, ты моя хорошая. Ну, это было же любое облекание. И как раз таки смотрели на краски, когда это было, позавчера была в эпицентре. Да. Смотрела, выбирала или картину, или получается масляные краски. Ну, в итоге... Я прочитала твои мысли. Ай. И подогнала картину. Все, пошли гулять. В общем, ребятки, Галя снималась на моем канале несколько лет назад. Она проснималась недолго, по-моему, где-то два месяца, плюс-минус. Где-то так. Так, самые внимательные подписчики, которые меня давно смотрят, пишите, помните ли вы ее. Да, кто не знал, мы подруги. Последний раз мы с ней виделись. Четыре месяца. Да, до войны еще. Два декабря. Кто бы мог подумать, что следующая наша встреча будет вообще в другом городе, при других обстоятельствах. Я не знаю. Я не знаю. Ну, ты просто так уверенно ведешь. Я иду, и ты идешь за мной. Я думаю, окей. Я так уверенно просто веду. Да. Ты знаешь, что тут находится? Я здесь не знаю. Поэтому... Ну да, сейчас будем читать. Да, сейчас будем читать. Это сюрприз. Ты мне тоже сюрприз? Я просто не успела еще, как это. Я бежала. Ух ты. Серьезно? Ты серьезно? Ребят, недавно был праздник Пасха. И Галя мне подарила косточку. Смонцы, спасибо большое. Я тебе сережкой не поцарапала. Все. Да нет. В общем, ребят, мы подарили друг другу подарки. Мы довольны. Идем дальше гулять. Ребята, мы уже вокруг Дашиного парка, где она с подругой гуляет. Катаемся минут 15 по кругу, пытаемся припарковаться. Пока все безуспешно. Все занято. Да, все занято, мест нет. Там, где можно остановиться, это правило нарушаем. Там полицейские гуляют. Мы уже пару дней назад на один штраф нарвались. Его нужно оплатить. Вот так не было мест, стали, где было удобно, а там нельзя. Приходим, а у нас под дворниками такая бумажечка, чек на штраф. В общем, мы больше не хотим штрафы. Ищем место, где... Где законно можно. По закону можно ставить. Так вот, таких мест нет. Я думаю, что нам сейчас повезет. И мы все-таки найдем то заветное, счастливое местечко. Но, как правило, нам везло сюда. В Киеве, я помню, мы сколько катались, катались. И одно место для нас находилось. Сейчас посмотрим. Смотрим внимательно глазками по сторонам. Налево, направо. Все-все-все, забито. Сегодня рабочий день. Все. Забито. В общем, ребята, нам понадобилось 20 минут для того, чтобы найти место, чтобы припарковаться. И мы, наконец-то, это сделали. Называется, а тем временем, Даша и родители паркуются, ищут парковку. Итак, ребятки, мы уже почти пришли. Мы шли... Мы решили... Да, к озеру. Мы решили идти пешком, потому что... Мы на спорте. Мы на спорте, во-первых. А во-вторых. Короче. Мы дышим свежим воздухом. А то еще ехать в каком-то троллингбусе или на такси. Это закрытое помещение. Не, ну голову, конечно, можно выставить туда и ехать там. Но нам такой вариант не подошел. Да. В общем, так как сейчас весна потеплела. Только почему-то потеплела уже в последние месяцы весны. К весне вопросик небольшой. Так вот. Очень тепло. Я вообще сегодня в велосипедках. В топике. Вообще тепло. Я вам не передать. Просто как тепло. О чем поговорим? Давай. Мы расскажем интересные факты о нашей дружбе. Наверное, это из кого-то интересно. Вы сейчас узнаете о нашей дружбе шуточку больше. Итак, Галя, давай первый интересный факт о нашей дружбе. Так, мы знакомы с 5 ноября 2019 года. Да, мы уже знакомы сколько? Три. Нет, два с половиной. Я тебе недавно помнишь, писала два. Два с половиной года. Наша дружба прошла много всего. Наша дружба прошла расстояние. Войну. Наша дружба прошла расстояние. Так как мы вообще живем, в принципе, не так уж и далеко друг от друга. 30 километров на тот момент было. Где-то 33. Да. А сейчас между нами практически нет расстояния. В общем-то да. Да, мы встретились сейчас, мы живем, смотри, как раз тогда было 33 километра, а сейчас 3,3. Да, 3,3. Да, очень близко, это хорошо. И мы, в принципе, жили не так уж и далеко друг от друга, но мы все равно достаточно редко виделись. Потому что мы были деловыми сосисками, а сейчас деловые сосиски находятся онлайн. Да. И все дела как-то подвинулись, и мы поэтому встретились. Да, к сожалению, вот так. У Гали был колледж, у меня были съемки. В общем, мы были деловыми сосисками, деловыми цацами, поэтому редко виделись. Мы очень сильно... Еще один интересный факт. Так, сейчас дядя проедет. Давайте нибудь... Боже, какая хаски, какая хаски, ребята. И это моя вообще любимая одна из забилых пород. Какая шобака, повернись, повернись. Шобака, барабака. Так вот, что я хотела сказать, я сбилась. Уточки. Ты уточку не показала. Уточку. Прости, мальчик. Так вот, ребята, еще один интересный, это получается второй или третий, или какой факт про нашу дружбу. То, что мы очень сильно... Наше любимое место встречи это была ТРЦ Лавина. Да, мы там любили гулять, ходить в кино. Последний раз... Кстати, наша встреча, мы ходили на Человека-паука. Последнюю часть. Блин, было круто. Галя, 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 сними меня сейчас. Посмотри, что я взяла. Да, Галя, я взяла. Ну, это же маленькая просто. В общем, это один из наших, кстати, у нас был один талисман дружбы, это наши кулончики. Такие вот, у меня одна половинка сердечка, а у Гали вторая половинка сердечка. Но, к сожалению, когда... Пошли, потихоньку. Но, к сожалению, когда Галя, по идее, 24-го, подожди, нет, не 24-го. Ну-ка, вы знали 24-го? Текалы. Да, мы все убегали, Галя тоже со своей семьей убегала. Она, к сожалению, не взяла этот талисман, этот кулончик. И он сгорел, мы не знаем, что с ним произошло, остался там, к сожалению. Но у нас есть второй талисман нашей дружбы, который мы купили, кстати, в последний день нашей встречи. Когда пошли в кино на спайдермена, вот такие вот маленькие спайдерменята. Да, вот так вот они делают. У Гали есть такой же, только она его сегодня не взяла. Ну, куда? У меня маленькая сумочка, я не знаю, видно, не видно. Она очень маленькая, она не поместилась. Да, к сожалению. Но я взяла, я молодец. Я думала, ты тоже возьмешь. Ну, куда? На голову. Галя решила тоже завязать хвостик. Я в том кадре сказала факты о нашей дружбе. Дружбе. Что-то у меня уже заплетак языкается. Заплетак языкается? Да. Что ты сказала? Заплетак языкается. Какие у нас еще есть интересные факты о нашей дружбе? Мы любим встречаться с Терцеловиной. У нас есть несколько талисманов, точнее, было несколько талисманов. Сейчас остался один талисман нашей дружбы. Он там на дружбе. Дома спит. У меня тоже, кстати. Я его положила, еще взяла своего Хабиби. Знаешь Хабиби? Да. У меня был окуленок. А теперь у меня есть мишка. Мишка. У меня тоже есть несколько мишек. Я скидывала это видео, да? Показывала Гале своих мишек. Они остались сейчас дома, меня ждут. Надеюсь, дождутся и все будет хорошо. Я их увижу снова. Давай обнимемся, не бойся. Не бойся, Джеффи. Как зовут тебя? Марко. Марко, давай пять. Смотри на Даши Кошкины лайф. Мы тебя покажем, тебя увидят все. Можешь передать своим друзьям привет. Привет. Счастливее. А Даша с подругой пошла, сейчас встречаются. Давно не виделись. Все, дякую вам. Дякую вам. Все, хорошего дня. Вам так уж. Дякую. Мы сейчас тоже гуляем с папой. Даша, Даша звонит маме, переживает, где мы, что мы. Где? Секрет. Она с Галей встретилась? Ну все хорошо, вы где? С Галей встретилась? Да, они встретились. Вы в парке или где вы пошли? Они там на приколе смеются. Ну все, давайте, Даш. Смотрите там аккуратненько. Сумки закрывайте. Передавай, Галя, привет. Галюсику привет от нас. Не забудь для подписчиков запилить контент. Так, контент пили. Пи-пи. Все, пошли. Кто-то меня слушает. Какой там контент, да? Подругу встретила. Гулять. И мне до этого. Так, ребята, мы прошли уже достаточно много. И мы только вспомнили еще один факт. Точнее, это больше не факт, а информация у нас. Давай, Галя. Ну ладно. Так и суперить можно. Я старшиза Шулика на 36 дней. Да, на 36 дней. У Галя день рождения 10 апреля. Да. У меня просто еще одной подруги 9, и еще одной подруги 10. Поэтому я постоянно путаю, когда у кого день рождения. Вообще с датами все плохо у меня. Да, у меня 16 мая. Вот совсем скоро. Обалдеть. Мне будет 16. Старость. Мы, кстати, опять приехали в парк Тараса Шевченко. Вот, да. И гуляем. Но сегодня мы пойдем на остров. Влюбленный. Потому что мы влюбленные. Где мы не были в тот раз. И посмотрим, что тут. Старость. Что такое уточка. Какая прелесть. Тут так много уточек. Тут так много всяких жирностей. Весна. Тепло. Все просыпается. Природа оживает. И нам это нравится. Предлагаю, пока Даша гуляет, где-нибудь сесть в кафешке. Немножко потратить денег, а ей об этом не сказать. Как идея? Отличная идея. Что-нибудь вкусненького перекусить. Она без нас там вкусненькое покушает, потратить денежек. Мы без нее. Вот так вот. Так мы и будем проводить время. Мама захотела на детской площадке покататься. Интересно. Дети ее пустят. Она же все поломает. Мама. Я сломаю все. Ты все сломаешь. Я уже Дашу раз поснимала, она чуть не поломала. В общем, мы с Галей гуляем уже примерно где-то час, может быть. Может больше даже. Может даже больше, полтора. И она мне подарила, в общем, Галя, это как правильно, вышивание из бисера, да? Нет, бисероплетение. Бисероплетение, вот. Галя занимается сама чисто для себя бисероплетением. И она мне подарила вот такой флаг Украины. Подержи. Еще она мне подарила, почему-то мне кажется, что это лама, но она ее называет динозаврик. Вот такой вот милый динозаврик. В общем, я тоже не осталась без подарков. Так что спасибо тебе, моя дорогая. Все, можно идти дальше. Ребенок доволен. Мы сейчас пришли с Галей взять какое-то мороженое. Да-да-да, иди сюда. Мы пришли взять какое-то мороженое. Мы берем лесовую ягоду без сахара, потому что мы на ПП, на диете. Сюда, и также какое-то... Смачного аппарата. Традиционное итальянское джелатто. Не знаю, что это, будем пробовать. Доброго дня. Можно, будь ласка, лесовую ягоду без супа? С стаканчиком. Брюшок? Попробуй стаканчик, чувак. Давайте попробуем. Попробуй. Традиционное итальянское джелатто. То давайте шоколад. Доброе. Ребят, напишите в комментариях, какое ваше любимое мороженое. Так вот, ребята, мы взяли себе мороженое. Я взяла в картонном стаканчике, Галя в вафельном стаканчике, лесовую ягоду. А с сахаром? А, без сахара. Без сахара, да. Потому что мы на правильном питании. Все, мы сейчас идем гулять в прекрасном парке, дышать свежим воздухом и кушать вкусное. Мороженое. Война миров. Ты смотрела этот сериал? Нет, я так предполагаю. Но из Звездных войнов. Вот этот маленький похожий. А, вот еще маленький. Я его не увидел. Видел? Да, вот он. Прикольно. Жалко. Может, еще внутри что-то. Жалко, что закрыто. Я бы сейчас пиу-пиу погонял бы. Пиу-пиу пострелял бы. Тогда. Вот еще. Слушай, мне кажется, Даша здесь с подругой встретилась, но ее здесь нет. Парк маленький. Только они, наверное, пошли с другой стороны. Да, они просто встретились и ушли. В общем, сегодня папа с мамой решили... В поисках Даши. В поисках Даши. В поисках Даши. Следопыты. Мы хотим ее... Мы хотим ее встретить и напугать. В общем, не знаю. Интересно, у нас получится это? Да, получится или нет? Можно быть, это какой-то квест, а может быть, челлендж. Называется, найди Дашу и напугай. Давай зайдем, посмотрим. Давай, интересно, что это здесь? Смотри, какие старинные колоколки. Это какая-то здесь сцена. Здесь, наверное, вечерами что-то показывают или кино. Помните, мы вам показывали старинные утюжки? Это вот тоже какая-то старинная... Старинные колокола. Ну, еще раз. Знаешь, как при входе в дом? При входе в дом? Хозяин! Выходи! О, тут какой-то прям этот... Открываешься. Да, это при входе, наверное. Когда открываешь дверь, заходишь, она начинает звенеть. Слушай, у нас в Луге не только про путешествия, мы еще и старинные вещи показываем. Такой звонкий. Ребята, напишите, кто знает об этих колокольчиках что-нибудь. Может, был здесь. О, смотри, какой большой. Мне больше всего этот понравился. Он похож на шляпу. А вот похож на Микки Мауса. А, два ушка, да? Два ушка. Прикольно. Ребята, какие вам из этих всех колокольчиков понравились? Они все разные. Вот очень прикольный. С веревкой, смотрите. Пошли дальше. Даша! Ты где, Даша? Ты где? Ребята, собирались уходить с этого парка, а еще увидели кресло. Старинное, ржавое. Из железа сделано, немножко из дерева. Называется кресло бургомистра. Короче, кресло какое-то. Бургомистра. Как я тут смотрю? Смотрю с бургомистером. Бургомистером? Бургомистерша. Бургером ты скорее смотришься. Слушай, а классно так? Да? Да, может. Так удобненько. Может, домой? Забрать себе, да? Да, такой хай-тек. Хай-так. Хай-так будет, да. Посреди дворад. Вот смотри, неплохо бы загуглить и узнать, что это за кресло такое, а то ничего не знаешь. Не ржавое. Тут люди сидят, смотрят, экскурсии проводят. Так это на так и есть. Кстати, да, вон экскурсии проводят. Смотри, какое еще... Рассказывают. Ребята, мы вам бесплатно все покажем, расскажем. Вот еще смотри, какой сундучок с маленькими замочками. Пошли ближе посмотрим. О, так это, наверное, здесь парочки замочки свои приносят. Влюбленные, да? Да, влюбленные. Жених и невеста. Как вот это есть, знаешь, мосты для влюбленных. И там замочки оставляют. А это такой... Да, вот написано Вика. 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 Плюс? Плюс Бодя. Бодя. Вика плюс Бодя тут, Бодя. Ребята, тут такой Вика и такой Бодя. Вы их знаете? Мы нет. Он, смотрите. Попайо. Смотрите. Вон, сколько имен всяких. Вон Масик, кстати. Масик. СЛМ. СЛМ Масик. А вот смотри, какой сердечком замочек. Милый. Оригинальный. Милый такой. Тарас. Тарас и Таня. И Таня. А вот два лебедя. Да, два лебедя. Класс. Это называется Куб Счастья. А-а-а. Вот так вот. Так что сюда приходят и все. Кстати, его сделали совместно Украина и Немечина. Германия. Вот так вот давай посмотрим. Клуб Счастья. Вот так вот. Три-четыре. Даша! Даша, ты где? Так, мы сейчас пришли, ребят, в парк аттракционов. Честно, я не знала, что тут есть парк аттракционов. Галя мне привела, показала, я в шоке. Тут есть страшные аттракционы, ну, также не страшные аттракционы. И мы сейчас выберем, на каком мы покатаемся. Я смотрю... 120 килограмм. Мы скейки важным разом? Поместимся. Поместимся, да, мы худенькие. Итак, я смотрю на вот эту вот штуку. Если мы на нее сядем, то все наше мороженое. Не буду говорить, что, но, в общем-то, будет не очень хорошо. Да, выльется наружу, так скажем. Также тут есть колесо обозрения, есть батуты, много чего есть. Сейчас я вам все покажу. Ребята, смотрите, что мы нашли. Самый стрёмный, мне кажется, аттракцион в этом парке. Тут такое месть его будет, если мы сюда, конечно, сядем. То есть, ну, вот это я так поняла в ушки. Ты поднимаешься наверх, и потом резко вниз, потом опять наверх, вниз, наверх. И так тебя туда-сюда штыняет. На самом деле, это очень стрёмно, и я даже не знаю. Я сейчас попробую, конечно, Галю уговорить пойти вон туда. Но не факт, что она согласится. Давай, рука, давай, 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 давай. Пошли, 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 пошли. Здесь? Ну да. Или ты хочешь куда-то в другое место? Мне страшно. Мне тоже страшно, но мы должны побороть свой страх. Мы живем один раз, почему бы и нет? Нет, мне страшно. А может, да? Короче, ребят, я не могу уговорить Галю. Она не хочет. Ну почему? Ну пошли. Я хочу экстрим. Мне хочется пощекотать. Я люблю экстрим. Я люблю экстрим. Так же есть такая шалена гойдалка, то есть лавочка. Стой, стой, стой. На голове, короче, сидит уже. Что, быстрее убери! 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 Стой, ну как ты еще закрыт? Убрала? Вон. Он здесь сидел, так зная, что на солнышке есть. Ё-моё! Я до смерти боюсь насекомых. Боже, спасибо, что ты убрала. Короче, вот этот чел сидел у меня на голове. Галя меня спасла от этого чела. Спасибо большое. Итак, котята, Галя меня уговаривает пойти на этот аттракцион. Я на таком аттракционе, помню, была парочку раз в разных местах. В глубоком детстве. В глубоком детстве. Так что можно повторить. Ну что, идем? Идем. Мы купили билетики. Так, идем на ланцюговый, ланцюговый карусель. Как вы перекладаете? Переводится. Ланцюг, это у нас... Цепочка. Карусельная цепочка. Карусельная цепочка, вот. Мы идем на карусельные цепочки. Все. Мы сейчас занимаем свои места. Юля. Юля. Ну что, наконец-то мы сели в кафе? Да, мы пришли. И сейчас мы кушать будем устрицы. Только Дашу не говорите. Понятно? Да, ребята. Даша любит устрицы. Если она узнает, что мы без нее кушали, нам влетит. Ребята, я очень надеюсь, что я для вас запечатлю этот момент, потому что мне сейчас ничего не видно, как там снимает, не снимает. Так, я надеюсь, я включила камеру. Я включила. Ну все, мы пошли кататься на аттракционе. Итак, ребята, мы только что покатались на этом аттракционе. Да, эмоции переполняют. Вообще, казалось бы, ну такой себе аттракцион. Да. Вообще не страшный. Но оно как начало подниматься вверх. Мне просто казалось, что я сейчас улечу куда-нибудь. Или туда, или туда, или туда. Нет. Честно, так было стремно. Страх в том, что типа оно хрустнуло что-то одето. Да, мы когда катались, только начали кружиться, оно там что-то, какой-то звук издало. И я такая сижу, мамочки. Но все хорошо. Так было задумано. Фух. Это десять и... Десять и десяти. Десять и десяти. Блин, страшно. А что если оно у тебя прям, знаешь, ты сидишь, а оно снизу провалится. Или на тебя эти цепочки упадут. Я просто держусь, понимаю, не нервничаем девочки. Все нормально. Все нормально. Спокойно, все спокойно. Да, у нас контент. Да. Ну капец. Ой, ребята, я старалась не думать о плохом. Попыталась я расслабиться, но у меня ничего не получилось. Я сидела, вот так вот сжалась в эти цепочки, такая сижу. Думала, хоть бы мы отсюда вышли живые, невредимые, и все было хорошо так. Мы ничего не забыли? Ты телефон взяла? Все, на место. Идем дальше. До новых. Мы идем к замечательному озеру, где-то два, я так поняла. Вон одно, такое маленькое, но вроде оно там перетекает. А, по-моему, да. Очень красиво, я здесь еще не была. Телефончики красные. Сейчас мы здесь будем сидеть и наслаждаться прекрасным видом. И Галя будет наслаждаться мной. Прекрасной мной. В общем, ребята, гуляем. Дашу не нашли. Она не признается, где она. Мы ей звонили, она тоже нам звонила. Не рассказывает. Ребята, Галя меня призвала в такое прикольное место. Тут, короче, я так поняла, такой холмик. И на этом холмике находится горочка. С ней можно съехать. Это так клево. Это так клево. Там хоть и одни маленькие дети, но нас это не останавливает, да, Галя? Что такое нет? Хоть там и одни маленькие дети, но нас это не... Нет, не только одни. Вот еще я ребеночка веду. Вы что? Да. Боже мой, Боже мой, Боже мой. Сейчас я вам покажу. Вот тут можно подняться и вот так вот спуститься. Так, все. Как видишь? Держи камеру. А я побежала. Это прикольно. У меня папа грязная. Очень. Очень. По труси. На самом деле это прикольно. Галя, давай теперь ты. А что я тебе отдаю рюкзак? Давай. Давай. Тихо, 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 тихо. Не в меня. Придлеваешь, он еще дальше летит. Да. Ну как тебе? Эмоции. Эмоции. Супер. Так, я, наверное, еще один раз съеду. Может быть, Галя тоже или нет? Нет. Я буду оператором. Оператором, все. Я сейчас еще раз съеду, и мы идем гулять дальше. Мы зашли в кафешку и решили попить кофе. Тут такое атмосферное, такое заведение атмосферное. И классный вид на городскую ратушу. Вот вообще классно. Кстати, ребята, нам наши подписчики в Телеграм посоветовали эту площадь. Спасибо большое. Вот мы прям сидим в кафешке, и вид прям на городскую ратушу. Очень красиво, панорамное окно. И вот мы сидим, тут сейчас будем пить кофе. Мы только сюда пришли, и здесь очень красиво. И будем вот смотреть на эту всю красоту, на людей. Кофе, хорошее настроение. И хорошая локация. Ну и локация. Спасибо вам, подписчики, за классные идеи. Да, спасибо вам большое. Как кофе? Супер. Как Ивано-Франковск? Классный. Классный город. Не ожидал вообще. Мы до этого были во Львове. И думали, что он такой единственный красивый, старинный, похожий на Европу город. Как мы ошибались. Ивано-Франковск. Тоже, тоже не менее. Ничем не хуже. Ничем не хуже. С каждым днем мы все больше убеждаемся, как здесь красиво. Старинный город. Старинный город. Тоже брусчатка в основном идет. Мы балдеем от этой дороги, брусчатка. Мы балдеем от этих маленьких красивых улочек. И множество кафешек на каждом углу. Все такие приветливые, френдли, очень френдли все. Дружелюбные. Куда не зайдем, нас везде рады видеть. Нам рассказывают. На любой вопрос отвечают. Вообще все классно. Мы довольны. Ивано-Франковск. Ивано-Франковск, спасибо. Мы тебя обхожаем. Итак, ребят, мы с Галей пришли в центр города. Только что разошлись. Она пошла по своим делам. Я сейчас собака, е-мое. Иду по своим делам. И оказывается, я только что позвонила родителям. Они находятся где-то здесь в центре. Я сейчас пытаюсь их найти. Здесь очень красиво. Прям, я так понимаю, это центральная улица. Сейчас главная моя задача их найти. Потому что здесь очень много людей. И это задача не из легких. Мы наконец-то попали, по-моему, в сердце Ивано-Франковска. Центр. Центр, да. Самый центр, где кипит, бурлит жизнь. Тут очень много молодежи. Красивые, современные. Все такие яркие. С приходом весны все повыходили. Все красивые очень. Парни, девушки. Это напоминает мне нашу... Нашим родном... Откуда мы из Николаева. То есть у нас тоже в центре была соборная. И там вот тоже такое движение. Молодежь крутилась. Ходила. Вот все такие модные, современные. По-моему, здесь красивейче в Николаеве. Да, немножко, да, есть. Тут побольше немножечко. Ивано-Франковск, вам комплимент. Здесь красивейче в Николаеве. Но в Киеве круче. Ну да. Так что пойдем еще дальше. Я вот вижу там очень-очень много всего интересного. Вот там много людей. Значит, там что-то есть. Пошли. Мы наконец-то нашли Дашу. Она нас еще не видит. Она нас не видит. Ищет, ищет. Смотрите, смотрите, смотрите. Да, я тебя до сих пор не видит. Я говорю подписчикам. Даша до сих пор нас не видит. Моя зона. А я иду с таким лицом. Уже немножко холодно. Подержи, я сейчас одену свою. Оденься. Хорошо. Хорошо. Субтитры сделал DimaTorzok